МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда они получат такой статус, то смогут арендовать территории за 2% от кадастровой стоимости, а завершив строительство, выкупить участок за 25%. Теперь о том, что с 1 июля скорректировали максимальную доступную ставку по потребкредитам, а она снизилась с 1% до 0,8%. Соответственно, снижается и максимальное значение полной стоимости кредита или займа с 365 до 292% годовых. Также поправки предусматривают уменьшение переплат для заемщиков. Закредитованность МФО у граждан, как правило, большая. Это, как правило, не один займ в каком-то одном МФО, а это много займов. Соответственно, если сравнивать и считать кредитную нагрузку, то, конечно, это будет послабление для тех, кто находится и так в тяжелой финансовой ситуации. Займ берется, как правило, на несколько месяцев. Соответственно, действительно, в небольшой краткосрочной перспективе для человека, у которого много займов, это будет ощутимо. Добавлю, что на конец 2022 года насчитывалось почти 17,5 миллионов человек с действующими микрозаймами. Поддержка бизнеса станет более многосторонней. С 10 июля в Петербурге начнет функционировать фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Там будут выдавать микрозаймы по льготным процентным ставкам. Об этом нашему телеканалу сообщили в пресс-службе организации. Работа ведется при участии правительства города. И также известно, что действующие программы будут реализовываться на прежних условиях. Мы разделили деятельность. Соответственно, фонд содействия кредитования продолжит предоставлять поручительства, а фонд микрофинансирования сосредоточится на реализации микрофинансовых программ. Ожидаем, что прием заявок на займы фонда микрофинансирования начнутся с 10 июля 2023 года. Отмечу, что при этом фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса продолжит выволнять функции по предоставлению поручительств по кредитным договорам, банковским гарантиям и лизингу. А теперь об интеллектуальных приборах учета электроэнергии. Умные счетчики на общую сумму в 200 миллионов рублей закупят в Петербурге. Соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок. Речь идет о приборах, которые имеют доступ к интернету, могут сами передать данные о потреблении энергии, сообщить о неполадках и отключить свет должника. Известно, что петербургская сбытовая компания приобретет более 14 тысяч таких счетчиков стоимостью почти 173 миллиона рублей. Остальные же средства направят на необходимые для их работы роутеры. И что важно, вся техника будет произведена на российских заводах. С начала 2023-го более 4 миллионов туристов посетили Петербург. Показатель на 10% превосходит прошлый год. По данным правительства, пик сезона приходится на период белых ночей. Эксперты уверяют, что экскурсии на закате популярнее дневных. Насколько это прибыльный бизнес, рассказом в сюжете. Пойдем все в сборе. Так, вы все в... А где? Да, в маршруте вижу. Автобусная экскурсия по такому же маршруту, как и днем. Вниманию пассажиров узнаваемые места с северной столицы. Главная разница не только во времени суток, но и в рассказе гида. Меньше фактов и больше легенд. Петербургская ночь особенно романтична. Вот Смольный собор, непосредственно в котором мы находимся, может быть нежно-серым, может быть дымчатым, может быть ярко-голубым, как сейчас, а может быть нежно-голубым. Это здание Хамелеон. И вот в вечернем солнце он играет совершенно по-другому. Это очень так же, можно сказать, про все остальные достопримечательности. А еще более свободные дороги, взрослая публика и развод мостов – вот основные преимущества ночного туризма. Неудивительно, что летом он примерно на 30% популярнее дневного, а экскурсии дороже – процентов на 20. Самые бюджетные – автобусные. От 900 рублей за человека. С ними сопоставимы водные прогулки, но цена билета значительно выше при наличии ресторана, диджея и живой музыки. Наш круиз получился поистине петербургским. По Неве, да еще и в дождь. Но погоду не выбирают. Сегодня почти все места заняты. Мы приехали за 900 километров не для того, чтобы сидеть на берегу и смотреть с берега на Неву. Мы специально приехали сюда для того, чтобы посмотреть Питер именно ночью, именно с Невы. Нет, но мы историю Петербурга знаем. И хотелось бы просто получить эмоции дополнительные. Отдельное направление ночного туризма – индивидуальные экскурсии. Или в мини-группах, на небольших катерах, редких моделях авто или мотоциклах. Стоимость зависит от продолжительности прогулки и эксклюзивности предложения. Говоря о последнем, сейчас в тренде бар-трипы. То есть посещение баров и рюмочных с дегустацией напитков. Стоит это от 3,5 тысяч рублей с человека. 23-й год показывает на то, что любая дестинация, в том числе Санкт-Петербург, должны менять свой подход к экскурсионной программе. Мы должны что-то добавлять. И выигрывает как раз тот продавец, тот туроператор, который предоставляет нестандартные туры, к которым привыкли потребители. Уникальные туры, как правило, у небольших операторов и даже у местных жителей. Но важно помнить, что нестандартность должна быть обоснована и безопасна. Допустим, закаты или рассветы на крыше встречать нелегально. Поэтому такая экскурсия может закончиться плохо. И для гостей, и для бизнеса. Мирена Иконикова, Игорь Бабчинский, Вадим Вагапов. Телеканал Санкт-Петербург. И в заключение о валюте по Центробанку. Курс на завтра следующий. Доллар стоит 89,33 руб. Евро 97,26.